В следующий раз я вообще даже 25 лет не продашу. Теперь уже все. Лицом к лицу с теми, кто не задумывается о будущем поколении, кто не хочет или забывает лишний раз убедиться, что не нарушает закон. Кто считает, что продать алкоголь несовершеннолетнему – это мелочь. Участники проекта «Трезвое решение» вышли на борьбу с недобросовестными продавцами. В одном из магазинов Самары 16-летней девочке продали шампанское, не спросив паспорт. Мне важно, чтобы молодежь была более здоровой и не пила, потому как я не хочу, чтобы у России был такой стереотип, что Россия всегда пьющая страна. Именно поэтому я борюсь с этим, с алкоголизмом, а так как молодежь – это наше будущее, поэтому надо начинать с молодежи. Более 40 тысяч неравнодушных студентов из 13 вузов Самарской области входят в Ассоциацию профсоюзных организаций. Самые активные принимают участие в проекте «Трезвое решение». Он реализуется уже четвертый год при поддержке Департамента культуры, туризма и молодежной политики. Результаты уже есть. В 70% случаев алкоголь несовершеннолетний продается. Но здесь отрадно отметить все-таки динамику за последние 4 года. Я ни в коем случае не буду говорить, что это исключительно заслуга нашего проекта. Но динамика показывает, что если в 2011 году продавали практически в каждой торговой точке 90%, это были большие редкости непродажи, то вот уже в этом году мы фиксируем где-то 50 на 50. До 50 тысяч рублей может заплатить продавец за продажу алкоголя несовершеннолетним. Команда проекта ведет профилактическую работу с сотрудниками торговых точек, в которых до сих пор продают алкоголь несовершеннолетним, и благодарит тех, кто ответственно подходит к своей работе. Активисты обошли более 20 магазинах, в 15 из них алкоголь продали. Все материалы о нарушениях, собранные во время акции, студенты направят в полицию и в управление Роспотребнадзора.